МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто и как создает благоприятную среду для улучшения города? Как развивается бизнес-климат сегодня и в чем заключается путь к успеху? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время говорить в эфире. Не раз мы в этой студии обсуждали вопрос совершенства системы госзакупок. И вот сегодня опять об этом поговорим, потому что есть хорошие, собственно, новости. Что получается у нас с прозрачностью? Какие требования к поставщикам, как они меняются? Какие требования к заказчикам? Как все коррупционные моменты ликвидировать? Тоже важнейший вопрос, потому что, опять же, вот новость, да, видели? Аким города Исик арестован. Он признался с поличным взяткой. Тоже это касается госзакупок. Давайте все обсудим, потому что сегодня поступило много новостей, связанных с вот этой реформой. Будет у нас, наконец-то, приоритет качества, а не цена минимальная, да? О чем мы уже не раз говорили. Ерлан Сиитов в студии, директор департамента законодательства госзакупок и закупок гвази-госсектора Министерства финансов. И Гаухар Кубжасарова, член Союза дорожно-строительных и инжиниринговых организаций Орталых. Здравствуйте! Добро пожаловать, коллеги! Ну, давайте с вас начнем. Господин Сиитов, ну, во-первых, вот этот факт по поводу ареста Акима. Конечно, я не буду просить вас комментировать уголовное дело, посмотрим, что там будет дальше. Человек признался, человека взяли с поличным, как это будет развиваться, посмотрим. Но это касается госзакупок, это взятка при благоустройстве дворовой площадки. Вот мне интересно, вот в этом пакете закона, законов в пакете реформе, который вы сейчас подготовили, передали в мажорист, там есть что-то антикоррупционное, чтобы не было таких моментов? Да, конечно, есть определенные, так скажем, новшества, которые мы предусматриваем в рамках данного законопроекта, но я бы хотел отметить, что мы с вами уже ранее обсуждали по поводу того, что нами уже внедрен способ закупок, называется конкурс использованной рейтинг-мобальной системы с 1 июля 2022 года, в пилотном режиме мы его внедрили, именно по строительно-монтажным работам. С 1 сентября текущего года он идет в обязательном порядке. Все закупки в сфере строительства, строительно-монтажной работы осуществляются исключительно данным способом. До конца года у нас есть задачи также услуги технического надзора перевести на данный способ, ну и вообще в целом, в последующем максимально все закупки перевести на данный способ. Плюсов данного способа очень много. Это исключение человеческого фактора. К сожалению, вот то, что вы озвучили факты, да, конечно же, как бы мы не меняли законодательство, как бы мы его не совершенствовали, да, если, то есть, ну, так скажем, субъекты системы госзакупок, да, как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков, всегда будут искать какие-то там лазейки, так скажем, да. Поэтому очень важно в данном отношении исключить человеческий фактор, участие человеческого фактора, да, и максимально автоматизировать процесс госзакупок. Что, собственно, и сейчас мы делаем. То есть наша задача, в том числе в рамках данного законопроекта, это максимально автоматизировать процесс без участия конкурсной комиссии, чтобы система госзакупок, веб-портал госзакупок смог в автоматическом режиме выбирать победителя закупок, как это сейчас происходит в закупках строительно-монтажных работ. Что это даст нам? Во-первых, здесь сокращаются сроки проведения закупок. То есть не нужно конкурсной комиссии рассматривать заявки потенциальных поставщиков. Когда есть конкурсная комиссия и рассматривать заявки, всегда может возникнуть как субъективный момент, да, так и, так скажем, отсутствие профессионализации. То есть кто-то может по ошибке, да, так скажем, неправильно кого-то допустить либо отклонить, а кто-то может, ну, грубо говоря, это сделать специально, да. Поэтому в любом случае и те, и те риски нужно исключать. Так скажем, система, конечно, она уже будет оценивать поставщиков на основании, так скажем, их данных, на основании тех данных, которые есть в информсистемах о данных потенциальных поставщиков. Как я говорил уже, это там опыт работы, финансовая устойчивость, новые критерии, которые в этом году внедрили, территориальный признак, отрицательные значения. Ну, сейчас поговорим об этом, давайте, да, у участника, собственно, рынка и спросим. Лухар, как вы относитесь к этим изменениям, какую вы оценку ставите тем реформам, которые сейчас идут? Больше качества, например, станет у нас или нет? Конечно. Сейчас КРБС, конкурс рейтинговой бальной системы, внедрили в июле 2022 года. Честно сказать, у нас, у потенциальных поставщиков в сфере строительства первое время был шок. Как это без конкурсной комиссии? Конечно, мы, эксперты, понимали, что это положительная будет динамика в сфере развития государственных закупок. И сейчас, на данный момент, победишь ты или нет в том или ином конкурсе, полностью зависит уже от самого поставщика. Это уже никакая комиссия не решает. Мы полностью сами подготавливаем собственные документы, мы заливаем их в информационные системы, мы сдаем налоговую отчетность. И по итогам определяет система, кто победитель. То есть все уже зависит от нас. Вы верите в справедливость? Конечно. Уже там никого не обманешь, абсолютно. А что же делать с демпингом, коллеги? Вот есть такая проблема, когда выходит непонятный поставщик и бьет по цене, прям по минималке. Как вы с этим разберетесь? Ну, опять же, здесь нужно понимать, что у нас с 2019 года мы внедрили минимальные пороговые значения демпинга. В частности, если говорить, опять же, про сферу строительства, то там у нас демпинг был в размере 5% от суммы, так скажем. То есть, опять же, если, к примеру, говорить, если выделенная сумма 100 миллионов тенге, то не ниже 5%, ну, это сумма, которая предусматривается в проекте смертной документации, не ниже 5% он может дать свою цену. Соответственно, ниже 95 миллионов он дать не может. То есть здесь говорить о том, что он может дать один тенге, такого факта нет у нас. Поэтому, и кроме того, сейчас, вот буквально на днях мы приняли также поправки в правила, правила осуществления госзакупок по предложениям бизнеса, а также с учетом позиции уполномоченного органа Комитета по делам строительства были внесены поправки в правила, где размер вот этого демпинга был снижен с 5% до 2%. Да, что вы скажете по поводу демпинга? Поменяется ситуация на рынке? Конечно, ситуация поменяется. Особенно это будет касаться сферы среднего ремонта автомобильных дорог, улиц, населенных пунктов. Если помните, у нас даже президент сказал, да, дорога, ведущая на аккорду, похожа на лоскутное одеяло. Я думаю, что сейчас внедрением последних поправок, которые вступят в силу 20 октября текущего года, ситуация кардинально поменяется. Гиперскидок уже не может быть, они невозможны. Демпинг установили порог. Ну вот будет ли качественное строительство тех же дорог? Вот этот вопрос большой, конечно. Будет. Так как раньше, если раньше скидывали для того, чтобы в погоне за договором потенциальные поставщики скидывали до 40-50%, из-за этого страдало качество. Давайте послушаем телезрителя. Есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Говорите. Здравствуйте, меня зовут Марат Абдрахманов, экономист. Есть такой прецедент. В Актюбинской области одну школу построили жители сами за 30 миллионов тенге. Вторую школу в соседнем ауле построили Акимат области. Обошлась в 500 миллионов тенге. Вот это интересно. Ваш вопрос. Может быть. Ну хотя он понятен, конечно. Может быть. Может быть перевести все платежи налогоплательщиков в целевой формат, чтобы платили люди напрямую получателям денег. И тогда не будет процедуры госзакупок в принципе. Люди будут оплачивать необходимые услуги из своих налогов напрямую. И тогда вот эта вся система на институциональном уровне изменится кардинально. Не рассматривали ли такой вариант? Спасибо. Благодарю. Спасибо, Васьмин Сидов. Глобальный масштабный реформ. Да. Очень, так скажем, интересное предложение. Мы, откровенно скажу, такой формат не рассматривали на данный этап. Но готовы рассмотреть. Но в любом случае нужно понимать о том, что от государственных закупок никуда не денешься. Потому что это задача в первую очередь, так скажем, в обеспечении, так скажем, не только социальных объектов. Это же обеспечение функционирования целого государства. Поэтому здесь насколько будет правильно и целесообразно то, что, как вы говорите, это все будут делать граждане вместо государства. А как мы реализуем вот этот приоритет качества над ценой? Еще, если можно, поподробнее. Больной вопрос-то, в общем-то. Да. Ну, на самом деле, здесь, на самом деле, это сложный вопрос. Почему? Потому что, как я тоже до этого говорил, у нас есть принципы. Принципы оптимального эффективного расходования денег, да. Принципы, в том числе и качества, да. То есть, когда мы говорим про качество, это не всегда дешево. Поэтому здесь, конечно, качество в первую очередь зависит от квалификации потенциальных поставщиков. Если потенциальный поставщик добросовестный, то и, соответственно, априори должно быть и качество, да, как бы высоким. Мы, к сожалению, не можем устанавливать какие-то прямые, так скажем, требования к потенциальным поставщикам, да. То есть, если я, к примеру, захочу купить тот или иной товар, мне нужен, к примеру, там, HP, Samsung или так далее, да, я не могу указывать марку. То есть, это запрещено законом. Поэтому я, как заказчик, указываю характеристики. Соответственно, под эти характеристики очень много там на рынке, там, скажем, товаров, да. И поэтому то, что предоставит поставщик, да, опять же, как бы непонятно. Он может предоставить товар по характеристикам соответствующим, но по качеству может быть не совсем то. Поэтому здесь, на самом деле, он такой больной вопрос, потому что, с одной стороны, мы должны обеспечить качество, с другой стороны, мы должны соблюдать, так скажем, принцип добросовестной конкуренции, да, и предоставления равных возможностей. Вот. Но один из, так скажем, направлений, которые мы сейчас в рамках закона прорабатываем, это, так скажем, развитие неценовых критериев, по которым мы можем оценивать потенциальных поставщиков, да, это внедрение общественного мониторинга в сфере госзакупок. То есть, это усиление контроля над исполнением контрактов, то есть, над исполнением договорных обязательств как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. Что вы думаете по поводу всех изменений ГУХАР? Может быть, у вас есть, кстати, свои предложения? Вы же работаете непосредственно в системе. Ну, раз Ирлан Галымович озвучил о том, что будет общественный мониторинг, как со стороны мониторинг работы заказчика, так и поставщиков, то хотелось бы, чтобы этот мониторинг был строго регламентирован, потому что здесь будет присутствовать обязательно человеческий фактор, люди из разных сфер будут приходить и быть проверяющими, поэтому хотелось бы, чтобы это было строго регламентировано. Если я хочу посмотреть, как тот или иной лот был разыгран, я должен зайти, посмотреть, кто выиграл, кто какие заявлял, что заявлял, как это... Чтобы были компетенции у тех, кто будет проверять. Да нет, я простой даже, если человек, я хочу посмотреть, какая фирма выиграла какой лот. Безусловно, совершенно правильно отметили о том, что должен быть порядок, и как раз-таки недавно был принят закон об общественном контроле, если я не ошибаюсь, 3 октября. И данный закон, он как раз-таки регламентирует общественные отношения в сфере вот этого осуществления общественного контроля. То есть обозначены конкретные субъекты общественного контроля, объекты, то есть тот, кто может, так скажем, проводить этот контроль и над кем проводит, и какие меры принимаются по результатам данного контроля. Это касается не только государственных закупок, это касается в целом всех сфер. Если говорить простыми словами, то, в принципе, сейчас у нас он и так есть этот контроль. Почему? Потому что веб-портал, еще раз скажу, он открыт, прозрачен, доступен для любого желающего, и каждый может смотреть, если он выявил какое-то нарушение, может обратиться там в контролирующий орган. А то, что мы сейчас делаем, это дополнительная мера, которая, так скажем, дополнительно, так скажем, установит контроль над заказчиками, над поставщиками. То есть они уже будут знать, что над ними, то есть над исполнением того или иного контракта, да, уже... Ну вот смотрите, есть такая проблема. Заказчик добросовестный, допустим, да, будем говорить так. Заказчик не очень. Вот ему надо подписать акт выполненных работ, а он не подписывает. И начинаются вот такие вот кривые схемы, всякие непонятные. Смотрите, данный вопрос мы сейчас уже решаем техническим образом, то есть на портале. Почему? Потому что, смотрите, по закону заказчик должен в течение трех дней, когда ему акт поступает от поставщика, он должен принять данный акт. То есть он либо должен его подписать, либо должен его отклонить. Мотивированный... Да, если он отклоняет, он должен обоснование дать. Почему? Он не принимает. Либо третий вариант. Он может взять, так скажем, дополнительное время, и еще в течение семи дней он это должен изучить. Сейчас мы технический вопрос решаем на портале. Если он никакое из этих действий не совершает, мы будем блокировать его действия. То в любом случае он должен эти действия совершить. Понимаете, да? Сейчас как бы, ну, технически этот момент еще не установлен, но в ближайшее время, в течение месяца мы... Знакомая для вас ситуация? Конечно. Мы все поставщики, подрядчики, мы ждем тот момент, когда весь наш диалог с заказчиком будет оцифрован. То есть вне портала, который доступен всеми, открыт каждому, диалог быть не должно. Хорошо. Смотрите, что нам пишут телезрители. Значит, благоустройство Астаны сейчас активно идет, десятки миллиардов осваивается. Качество работы причастных заинтересованных лиц к миллиардам контрактов необходимо проверить. Там не все чисто. Ну, если не... Ну, обращайтесь, наверное, в правоохранительные органы. Такой вопрос есть. Далее. Вопрос спикером. Когда будет принят золотой закон о госзакупках? Что вы имеете в виду? Может, надо просто поменять систему человеческих взаимоотношений, а не пытаться создать идеальное законодательство? Прокомментируете? Здесь, да. Все-таки должна присутствовать культура как заказчика, так и поставщика. Но, к сожалению, у нас такого кодекса нет о культуре. Этика иногда отсутствует. Но, в целом, госзакупки сейчас на очень хорошем уровне, тем более с цифровизацией. Да, я должен отметить, коллеги, покажите, пожалуйста, вот мой монитор. Есть такая небольшая заметка портала InBusiness.KZ. Наши коллеги пишут, что до 21% упала доля госзакупок из одного источника в Казахстане. А мы помним, когда этот процент был чуть ли не под 80%. Это Минфин привел сегодня также данные. Получается, у нас объем госзакупок тоже растет. Это более 6 триллионов тенге, и только 1 триллион и 300 миллионов тенге заключены способом из одного источника. Это тоже, наверное, много, да? Это тоже коррупционные моменты. Нет. Один источник. Нет, нет, нет. Давайте понимать, что мы говорим о одном источнике путем прямого заключения. Это такие основания, где государство закупает услуги у субъектов естественных монополий, то есть свет, вода, электричество и так далее, чрезвычайных ситуаций, интеллектуальной собственности, у определенных операторов. То есть это в основном те закупки, где у нас отсутствует конкурентная среда. У нас фактически заканчивается время прямого эфира. Давайте под конец еще пройдемся по основным новеллам этого законопроекта. И самое главное, когда он вступит в силу? Ну, основными новеллами данного законопроекта это является, конечно же, повышение качества закупаемых товаров, работ, услуг. Это полная автоматизация закупочного процесса с исключением человеческого фактора. А также дебюрократизация и упрощение закупочного процесса. Ну, вступление в силу пока что в проекте законы предусмотрено с 1 июля следующего года. Следующего года. Можно ли сделать, спасибо, что пишете, я на связи, прямой эфир. Можно ли сделать все процедуры и процессы и этапы госзакупок полностью прозрачными? Здесь вопрос прозрачности и транспарентности постоянно так иначе звучит. Вроде сейчас достаточно прозрачности или нет? Прозрачность, именно проведение процедур, она нами уже достигнута. То есть, поскольку, еще раз отмечу, что все процедуры на веб-портале, они оцифрованы, единственный момент, конечно, имеет место быть, где проблемы, да, это уже исполнение, когда заключается договор и исполнение договорных обязательств. То есть, может быть, слабый контроль со стороны заказчика, может быть, недобросовестное исполнение со стороны поставщика, да, и так далее. Именно вот эти вот проблемные зоны, мы должны вот над ними поработать. Да, Башка Виталий. Ну, здесь мы, получается, потенциальные поставщики сейчас уже давно друг друга документы все видят, еще с 2016 года, и до заключения договора абсолютно все протоколы известны всем. Любой пользователь персонального компьютера с интернета может зайти на госзакупки и скачать абсолютно любой протокол, ознакомиться со всеми участниками. Дальше, конечно, процесс хромает это на исполнение, как вот сказал Едлан Голомович. Еще один последний вопрос у меня такой, который касается бесконечных обжалований. Тоже есть такой момент. Мы вроде даем повод, право, точнее, обжаловать любой конкурс, любую тендерную закупку, но потом это используется в качестве орудия. И у нас сроки растягиваются, и невыполненные объемы работ. Вот с этим надо тоже что-то делать. Да, совершенно правильно отметили. Два, так скажем, предложения сейчас есть, которые мы прорабатываем, в том числе в рамках данного законопроекта. Первое – это, значит, тем поставщикам, которые, так скажем, профессиональным жалобщикам, которые постоянно жалуются, и при этом их жалобы не подтверждаются, то есть доводы жалоб не подтверждаются. По таким поставщикам мы прорабатываем вопрос, так скажем, формирования плохого рейтинга по ним. Если у них будет плохой рейтинг, то, соответственно, у них будет меньше шансов победить в госзакупках. То есть, соответственно, низкий балл у них будет. Ранее этот вопрос предлагалось решить путем установления платности жалоб. То есть, если жалуешься, то платишь в бюджет деньги. Но вопрос такой был весьма спорный, поэтому его и не приняли. Это первый момент, это плохой рейтинг. Второе – сейчас также предлагается пересмотреть саму процедуру обжалования. Смотрите, мы говорим о том, что мы максимально… Если можно коротко, время заканчивается. Да, мы говорим о том, что максимально закупки переводим на рейтинг-бальную систему, то есть автоматизацию. Остаются те закупки, которые пока будут не автоматизированы. Вот как раз-таки там мы будем пересматривать порядок обжалования. Что предлагается? Чтобы жалобы были рассмотрены непосредственно организаторам, то есть исключается контролирующий орган, ДВГ, КВГ и так далее. Жалобы будут рассматриваться самим организаторам, его вышестоящим органам в соответствии с АППК, и в том числе с участием представителей общественности, бизнеса общества. Спасибо большое. Ждем этого законопроекта, когда он вступит в силу. Посмотрим, как все у нас изменится. Вы, уважаемые друзья, не переключайтесь. Сейчас наш отечественный сериал сняли. Мы отметим бизнес для вас. Стартаперы Шемкента приезжают в Астану и начинают здесь работать. Все перипетии, все проблемы, как он их решает. Вот об этом будет сейчас очередная серия. До свидания. Субъективное мнение сложилось в том, что рынок, он встал, и количество сделок уменьшилось. Крупные застройщики, видя, на что идут мелкие, на демпинг, они вынуждены запускают акции. Льготное автокредитование закончилось для казахстанцев. Это была единственная возможность для казахстанцев.